Воплотить свои идеи, проявить креативность мышления и получить за это достойное вознаграждение, именно такую возможность приморским студентам предоставляет оператор мобильной связи Теледва. Уже в третий раз один из самых успешных представителей бизнеса дает шанс активным и целеустремленным студентам реализовать свой потенциал, создать уникальный проект и довести его до конца. Для нас это хорошая история, потому что студенты получают реальные задачи от действительно настоящего работодателя. Причем этот работодатель идет в ногу со временем. Его проекты интересны нашим студентам. Каждый раз мероприятие с участием Теледва собирает очень много людей, интересующихся. А для университета это еще и возможность посмотреть на своих студентов, на что они способны, насколько они креативны и каким образом они смогут воплощать свои идеи в жизнь. На торжественном открытии, которое состоялось в ДВФУ, представители Теледва объявили о старте стипендиальной программы, а также обозначили тему творческой работы для конкурсантов. Звучит она как «Салон сотового оператора» в 2025 году. Подать заявки для участия в конкурсе именных стипендий можно до 31 декабря 2019 года. Затем студентов ждет наиболее интересный этап программы – разработка собственных проектов и их защита. В этом году организаторами стипендии предусмотрено 5 призовых мест с общим призовым фондом в размере 300 тысяч рублей. В 2017 году мы первыми среди регионов Теледва запустили еще тогда пилотный проект именной стипендии Теледва. Кейс оказался успешным и уже в третий раз мы запускаем наш проект. Стипендиальная программа получила развитие и работает уже в некоторых вузах нашей страны. Отмечу, что год от года растет профессионализм наших студентов, конкурсных работ и мы рады оказывать поддержку талантливой молодежи. Безусловно, стипендиальная программа, предоставленная компанией Теледва – хороший стимул для студентов, готовых расти и пробовать свои силы. Ну а живым примером того, что мечты воплощаются в жизнь, стала победитель именной стипендии в прошлом году Нонна Гуремина. Мой проект назывался Теледва по-восточному. Я хотела создать комфортную социокультурную среду для иностранных студентов, чтобы они узнали о достоинствах компании Теледва, подключились к ее тарифам и стали новыми клиентами. Мы разработали даже листовку для иностранных студентов, передвели очень важную информацию для китайских студентов на китайский язык и ее распространили в нашей школе. От проекта получила огромное удовольствие. Ну и всем советую, обязательно участвуйте, пробуйте свои силы, реализуйте творческие идеи. Олег Завьялов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова